Анатолий Эдуардович, я слышал о принятом законе в Российской Федерации по выдаче одного гектара земли. Планируете ли Вы приобретать по одному гектару земли на одного человека через Skyway Investment Group? Каково отношение к этой идее инициируемой фондом? Могут ли 30-40 километров, полученные по данной программе, стать основой для тестового участка высокоскоростной дороги? Если да, то имеет ли смысл вообще платить деньги в Республике Беларусь за землю для тестового участка? Прошу прощения за длинный вопрос, но на мой взгляд, данная тема очень важна. Да, эта тема важна, мы и с Хавратом на эту тему не раз общались. Идея классная, построить линейный город, расселить 10 тысяч человек или несколько тысяч семей. И построить вот кластер, что-то вроде экотехнопарка, которым мы планируем сделать это в Республике Беларусь. Но там есть одна особенность. Да, это возможно, но землю должны иметь не я и не мои семьи. Я вообще гражданин сейчас Республики Беларусь. Я не россиян, я белорус. А компания, тогда этим будут владеть акционеры, технологии ей. А акционеры должны быть в учредителе, там, куда вынесена вся индивидуальная собственность на 400 миллиардов долларов. Это Global Transport Investment, зарегистрировано на Британских и Бриджинских островах. Опять, кстати, многих почему-то пугает. Вот это как, это Афур. И когда вот мы сейчас работаем с Америкой, там, с юристами, то все. Я говорю, как вообще в Штатах относятся к Британским и Бриджинским островах? Говорит, нормально. Все китайцы идут в США через БВА. И что, говорит, из этого? Вы же, говорю, не прячьтесь. Я говорю, нет, я бенефисарий, я не прячусь. Я не собираюсь никого обмануть, я не от налога ухожу. Просто там нормально законодательство, и никто не собирается отнимать эту джетанную собственность. И при этом никто не пытается заставить платить большие налоги, которые на данном этапе нет смысла платить. За что? Да, 400 миллиардов, ну что? Она создана ранее. Какие налоги? Но даже в Британии, когда мы начали работать, то оказалось, что в будущем нам придется в миллиарды фунтов в Сельдинг заплатить налог. Да, на данном этапе мы не платим, а потом заплатим. Зачем это нужно, да? Поэтому у меня нет чрезвычайной собственности, я передал все туда. И вот эта компания должна владеть землей, а не тысячи семей, которые переедут. И она должна владеть тестовыми участками и всей инфраструктурой, понимаете? Мы так и делаем в Белоруссии. Землю беру не я. Я такой же акционер, как остальные, и такой же работник компании, как у нас остальные, там, 90 с лишним человек. Деньги, это деньги берет компания. И компания за деньги инвесторов, то есть инвестиционного, инвестиционного этой компании, учредителя, строит тестовые участки и владеет этим. Значит, этим будут владеть и акционеры. А вот как там, в том линейном городе? Это проект. Как проект, да, классно. Сделать линейный город, мы в Чайске будем помогать и приложим максимум усилий для этого. А вот что делать там в тестовые участки, это будет неправильно. И испытывать потом сотню лет, 150, сопровождать, развивать, совершенствовать, мы там не сможем. Это, если участок делается не для разового показа. Именно там будет отрабатываться новое поколение, оттачиваться все элементы, переделываться, дополняться, совершенствоваться. Железнодорожники сделали свои рельсы и колесные пары 180 лет назад, до сих пор совершенствуют. И вот еще 100 лет совершенствовать. Так техника устроена. Надо улучшать, улучшать, улучшать. Так это мы будем делать на тестовых участках. И он должен быть рядом с проектно-конструкторским предприятием на одной территории. И оно должно владеть. Поэтому идея классная, но я не планирую. Я там члены семьи получат там участок земли, потому что я должен жить и работать вот здесь. Я живу здесь сейчас. Вот я же в кабинете своем нахожусь. И выходные здесь. А сейчас начнем строить, надо здесь и ночевать. А не это там за 3-9 земель, иначе ничего не получится. Поэтому я думаю, удастся там построить линейный город. Вот если там переедут 10 тысяч человек, и будет получен такой участок земли, и мы в этом поможем. Технологию дадим, строй и так далее. Но это будет проект, один из проектов, не более того. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова